Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Итак, завтра в Москве состоится 10-й саммит Евразес, председатель Цвет, кстати, Армения. Ну, учитывая нынешняя общая политическая атмосфера, какую важность имеет саммит для членов Евразес? Ну, во-первых, саммит носит символическое значение, все-таки 10 лет. Во-вторых, есть действительно реальные темы экономического взаимодействия. Собственно говоря, проблема свободного перемещения товаров, капиталов и людей, она отчасти решена, но еще не полностью. То есть, и взаимосвязанность наших экономик и экономики России и Армении, и, скажем, экономики России и Казахстана. Сегодня я отдавал интервью переднюю Казахстану на эту же тему. Они, собственно говоря, определяют направление сотрудничества. То есть, наверное, не надо назло кому-то морозить уши. Надо пытаться извлечь всю пользу из тех экономических связей, которые есть, и посмотреть, каким образом еще можно эти связи развить и укрепить. Потому что, в конце концов, наши экономики очень сильно взаимозависимы. Даже реэкспорт Армении золота, насколько я понимаю, сейчас очень важная тема для армянской экономики. Я полагаю, что в первую очередь Европейское экономическое сообщество как образец дает ориентиры. То есть, собственно говоря, изначально, 10 лет назад, ставилась задача во многом скопировать Европу. Что-то получилось, что-то нет. Сейчас есть повод об этом поговорить. Речь ведь не идет о политической интеграции. Речь идет о экономическом взаимодействии, экономическом взаимодействии в общих интересах. Даже в том случае, если политические интересы не во всем совпадают, не себя пересекаются. Ну ясно же, эти ориентиры дают политические лидеры, нет? Не будем это скрывать. Эти ориентиры дают политические лидеры и экономические интересы. Потому что политическим лидерам нужно отвечать за экономическое самочувствие. За самочувствие экономики, за социальное самочувствие, за социальный оптимизм. И, собственно говоря, для того, чтобы, скажем, экономика Армении или того же Казахстана, или Кыргызстана росли, Россия действительно важна. Важна не только в силу традиционных связей. Новые вызовы, новые интересы, например, связанные с обходом санкций. Думаю, мы не будем обсуждать тему обхода санкций, но полагаю, что если мы посмотрим на структуру импорта и экспорта, мы увидим много всякого разного интересного. То есть экономические отношения улучшаются, а политические наоборот? Ну, такое бывает, собственно говоря. Ну, простите, пожалуйста, экономические связи Японии и Китая, экономические связи Китая и США, да, может быть, они в чем-то улучшились, но по-прежнему эти рынки для Китая приоритетны, что отнюдь не означает совпадение в вопросах политики. То есть, собственно говоря, если мы посмотрим на мир, то торгуют иногда страны, у которых политические интересы прямо противоположные. Но при этом, так или иначе, скажем, Тесла собираются в Китае, а китайские товары поступают на американский рынок. Хотя это две державы-конкуренты. А что уж тут говорить про постсоветское пространство? Связи выстраивались не один год, не одно десятилетие, и порвать их так просто, ну, вряд ли получится. Я вот тут на днях зашел, в павильон Армении на ВДНХ, очень бойко там идет торговля, и, ну, собственно говоря, скажем, тот же армянский бренди. Ну, не знаю, ждут ли его во Франции, а в России его ждут. Да, да. Еще один экономический вопрос, и дальше пойдем. Почему Евразес так и не получается, не перейти на единую валюту? Ну, и не получится, потому что Единый эмиссионный центр в данном случае ставит всех в очень серьезную зависимость. Тем более с учетом тех проблем, с которыми столкнулась Россия. Даже Беларусь не готова на единую валюту, потому что для нее это могло бы означать утрату суверенитета. То есть ясно и понятно, что для перехода на единую валюту нужны не только экономические, но и политические условия. И на сегодняшний день, ну, возьмите, допустим, сегодняшнее выступление Такаева. Сегодня, кстати, в Казахстане День защитника Отечества. О чем говорит Такаев? О суверенитете, территориальной целостности и так далее, и тому подобное. То есть всех волнует тема суверенитета. Делать какие-либо права кому-то все готовы только в очень ограниченном объеме. В Европе, да, дошло до появления евро, но тоже это условно без проблем, без трудностей, много было, поэтому полно сомнений. Они же поняли, им же удалось перейти на евро. В Европе удалось перейти на евро, но Европа – это стабильный континент, собственно говоря, из-за исключения, может, Балкан. А в постсоветском пространстве отношения еще не урегулированы. Настолько? И потом, вы понимаете, да, в Европе тоже жалуются на доминирование Брюсселя, на брюссельскую бюрократию, на то, что Евросоюз давит. И, собственно говоря, есть в Европе евроскептики. А у нас подозрений в отношении Москвы со стороны соседей гораздо больше, чем в Европе подозрений в отношении Брюсселя. И, собственно говоря, СССР 2.0 никто не хочет. В этом проблема. Многие видят единую валюту как инструмент воссоздания Советского Союза в каком-то новом виде. И я думаю, что до единой валюты вряд ли дело теперь дойдет, с учетом всех обстоятельств последних лет. Но когда-то это была интересная идея. Константин, скоро образуется новое правительство России. Эта процедура определена Конституцией Российской Федерации. Ожидать больших перемен? Нет, больших перемен я не ожидал. Зачем ломать то, что работает? От добра добра не ищут, и коней переправе не меняются. Я думаю, что ключевые фигуры останутся на своих местах. Да, могут заменить министров второстепенных, в общем-то. Ну, министр спорта, например. Может быть, министр образования. Ну, министр энергетики уже. Например, МИД России. Ну, а МИД, я думаю, Лавров уйдет тогда, когда сам захочет. Хотя, безусловно, он уже очень устал. Но его уход сейчас, наверное, вызвал бы кучу пересуд. И это бы повлияло на ситуацию на внешнем контуре. То есть, сейчас, когда руководство России демонстрирует непоколебимость и последовательность, не время кого бы то ни было менять. Потому что любая смена, будь то Шойгу или Лавров, это вода наменится врагом. То есть, начнутся сразу разные обсуждения пересуды по поводу того, что это означает, не готова ли Россия поменять курс. Россия курс менять не готова. И я думаю, что, во всяком случае, до президентских выборов, все ключевые, до президентских выборов США, замечу. У нас главное событие в российской политической жизни – это президентские выборы США. А до президентских выборов США ключевые фигуры не поменяются. А назначение силовиков здесь? Новых кадров, да? На самом деле, из всех силовиков относительно слабой фигурой, относительно слабой фигурой считается министром к них дел. И, собственно говоря, здесь можно допустить возможность замены. Но в остальном, поймите, Путин настолько консервативный. Работа, по-моему, в целом удовлетворяет. Силовики уже давно расставлены по своим местам, и там есть баланс интересов. У меня нет баланса, особо желания, я думаю, нет. Но плановая ротация в любом случае происходит. Это естественно. Плановая ротация в любом случае происходит. И какие-то фигуры в любом случае могут заменяться. Особенно с учетом того, что есть группа интересов, желающие расширить свое влияние. Они влияющие или формирующие картину мира нашего президента. Но, опять-таки, я абсолютно не ожидаю каких-то эпохальных перемен. Россия сосредотачивается. Оказывается, сосредотачиваешься, не время для кадровых реформ. Кадровые реформы нужны тогда, когда ты предполагаешь какие-то серьезные политические и экономические реформы. То есть кадровые реформы как предвестник серьезной экономической и политической реформы. Но у нас никаких серьезных политических и экономических реформ в ближайшие годы не предвидится. И Мишустин останется у вас. И Мишустин останется. Больше, чем уверен. Да, не знаю. Хорошая новость для армянского рода. Столько бы обсуждений. Его армянские корни. Нашли их, не нашли, не знаю. Но боюсь, что в нашей ситуации даже премьер это всего лишь функция. Это человек, выполняющий решения главного человека. Но правительство России многое решает в Евразес как раз. Нет? Да. Но опять же в рамках того курса, который задает президент, который, собственно говоря, с точки зрения целеполагания, является производным от его картины мира. Но опять же понятно, что если с кем-то отношения складываются, а с кем-то не складываются, это отражается в том числе на деятельности тех или иных структур правительства, которые взаимодействуют с теми или иными структурами партнеров и союзников. Константин, завтра также намечается встреча Путина и Пашиняна. Можем представить, какие острые вопросы предстоит обсуждать завтра? Ну, а я думаю, что на выходе будет тише, гладь, боже, благодать. То есть, собственно говоря, сейчас и Пашиняну важно показать, что у него нормальные рабочие отношения с Путиным. И Путина важно показать, что, собственно говоря, никакого конфликта нет. Поэтому я думаю, что мы услышим много хороших и правильных слов. То, что там будет происходить без камер, всякое может быть. Но я не думаю, что Пашиняна готов, скажем, выставить у Владимира Владимировича какие-то претензии, связанные, скажем, с деятельностью российских СМИ. А сегодня, как раз, было его заявление о том, что если российские СМИ продолжат вмешиваться в внутреннюю политику Армении, то они могут быть заблокированы. Или уж тем более с подозрениями в том, что Россия хотела бы помять власть в Армении. Тем более что... Есть более важные вопросы. Например, вопрос о ДКБ. Ну, вы знаете, вопрос о ДКБ, мне кажется, решился сам собой. Так же, как сам собой решается вопрос о делимитации, демаркации границ Армении и Азербайджана. То есть, собственно говоря, все уже происходит по своему сценарию. И площадка для переговоров, выбрана не Москва, а площадкой для переговоров станет пока Казахстан. 10 числа встречается министр национального дела Азербайджана и Армении. Но вот, когда должен Такаеву последнической миссии, это действительно очень позитивный, очень важный сигнал, в том числе, говорящий о том, что Баку... А Баку не может не уважать Такаева, как своего партнера и союзника. Что Баку, в принципе, действительно может выйти уже на мирный договор. Потому что я сегодня сказал, что договор может быть уже в ноябре, в этом году, и это было бы очень хорошо. А что касается каких-либо попыток на что-то повлиять, ну, представим себе гипотическую ситуацию. Да, в Армении пришел в власть в результате протестов пророссийский политик. Он будет заключать договор с Азербайджаном. Вот какой-то пророссийский политик. И дальше что? Он будет заниматься делимитацией, демаркацией и так далее. Да его очень быстро снесут. Потому что, на самом деле... Или он что, будет воевать? В общем, мне кажется, что сейчас... Сейчас самое главное не подливать вас масло в огонь. Самое главное не нагнетать эмоции и понять, что так или иначе, кто кому-то нравится, кто кому не нравится. Но в ближайшее время надо иметь рабочие отношения и по минимуму выносить во внешний мир свои обиды и претензии. Потому что это нисколько не помогает делу, в том числе и делу урегулирования, окончательного урегулирования на Южном Кавказе. Увы, это урегулирование уже, собственно говоря, как-то... Вы думаете, казахстанская встреча имеет своего посредника? Я думаю, что на самом деле такая уж точно совершенно на прямой связи с Алиевым. Во-вторых, Казахстан равно уважаем и Китаем, и Западом, и Тюркским миром, и России. В этом смысле это действительно хорошая площадка, которая позволяет всем сохранить лицо, и где действительно можно говорить предметно. Потому что Токаеву, как человеку, работавшему в ООН, как опытному дипломату, сейчас очень важно выступить миротворцам не только для своей внутренней аудитории, но и для внешней. Может быть, в дальнейшем он сыграет роль уже и в разрешении других конфликтов. Это очень хорошо для нас в том числе. То есть казахстанская площадка не только площадка, но и Казахстан является новым игроком. Как бы, да? Да, Казахстан является новым игроком. Безусловно, лично Токаев является новым игроком. И я думаю, что он намерен успешно завершить свою миссию. Для него это действительно очень важно с точки зрения позиционирования себя и в Казахстане, и в мире. Что получается? Токаев заменяет Москву, да? Токаев по части заменяет Москву, но при этом он же делает все для того, чтобы Москва ни в коем случае не перевновала. Он будет в 9 мая на параде. Да, Токаев не будет, а Токаев будет. И понятно, что сейчас взаимозависимость России и Казахстана такая, что никто не станет делать никаких резких телодвижений. Ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому я думаю, что это последничество с Москвой так или иначе согласовано. Константин, основой переговорного процесса может стать Алма-Атинская декларация 1991 года. То есть, признать границы, которые существовали до распада Союза. Как Москва к этому относится? Я думаю, Москва к этому относится положительно. Вопрос только в том, что далеко не все карты советского времени совпадают друг с другом. Тогда почему не говорить об этом вслух? Азербайджанская страна. Вообще, в принципе, Во-первых, появление Казахстана в качестве посредника. Но это вообще, это палеотиф. Это, понимаете, средний вариант. Если не Москва и не Запад, то кто? Вот, пожалуйста, там средний вариант. Что касается Алма-Атинской декларации, то вполне можно брать ее за основу. Вопрос только, я говорю, вопрос в том, какие карты в дальнейшем использовать. Потому что, насколько я понимаю, надо погружаться в этот вопрос глубже. Но как раз Бакуя утверждает, что поздние советские карты не отражают те реалии, которые Бакуя хотел бы видеть. Потому что, ну, якобы там Армения как-то отбегала свои границы еще в советское время. Надо смотреть другие карты. Но это, на самом деле, долгий разговор. Важно одно. Важно вообще сам факт признания советских границ. Москва не может, просто не может, как бы, ставить под сомнение. То есть ей, конечно, надо поддерживать эту идею. Поскольку Россия себя позиционирует как правоприемлица СССР. Хорошо, спасибо. Давайте здесь остановимся. Спасибо вам, Константин. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok